Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя с суверенными государствами по итогам референдумов о статусе регионов. За независимость проголосовало подавляющее большинство пришедших на участки. В Донбассе 8,9,7% при почти 75% явке. Теперь руководители Донецкой народной республики намерены заняться формированием государственных органов и решением социально важных вопросов, таких, например, как выплаты зарплаты бюджетникам и выплаты пенсии. Кроме того, власти ДНР собираются обратиться в ООН с просьбой о признании республики. В Луганской области число жителей, поддержавших независимость региона, было еще больше, чем в Донбассе. 96,2% пришедших на участки поддержали решение о суверенитете. Руководители Луганской народной республики также намерены обратиться в ООН и к международному сообществу с просьбой об их признании. Кроме того, Луганский областной совет требует от Киева немедленно вывести войска и также незамедлительно внести изменения в Конституцию, которые бы обеспечили процесс федерализации. В то же время облсовет решил формировать добровольные народные дружины. В городе Красноармейск сегодня похороны погибших от пуль боевиков Нацгвардии Украины. По мирным гражданам, напомню, открыли огонь во время голосования на референдуме Воскресенье. Погибли два человека. По жертвам карательной операции Киева скорбяты в Мариуполе. В городе привыкают к новой жизни. На референдуме большинство проголосовало за независимость. И теперь мариупольцы сами отвечают за порядок на улицах и другие вопросы. Как они с этим справляются, выяснял Алексей Стетюха. Мариуполь вошел в состав Донецкой Народной Республики и привыкает к жизни в новом статусе, отдельном от Украины. Город учится жить по законам, за соблюдением которых приходится следить им самим. Работники металлорудических комбинатов формируют народные дружины для патрулирования улиц и защиты города от мародеров. Потихоньку открываются кафе и магазины. В понедельник праздничное настроение от удачно проведенного референдума соседствовало с трауром по погибшим. В этот день прошли первые похороны. 9 мая этого года жители Мариуполя вступили в открытое противостояние с киевской властью. Здесь, на площади возле горсовета, каждый день собираются сотни людей. У них нет оружия, но каждый из них заявляет, что они готовы стоять за свой город до конца. В день победы солдаты национальной гвардии открыли огонь по мирной демонстрации. После этого жители должны были спрятаться по домам и побояться приходить на референдум. Даже некоторые защитники города в частной беседе оговаривались, что явка, возможно, не будет очень высокой. Но утро 11 числа показало, что сомнения были напрасными. С 8 утра жители города массово двинулись к избирательным участкам. Очереди километровые, тысячи человек стоят в очереди. Но, правда, продвигается быстро очередь. Весь Мариуполь вышел голосовать за референдум. Скажите, ну а страшно не было людям? Страха уже нет. Всего в городе вместо 60 открылось 4 пункта голосования. Как результат, очереди достигали километровой длины. Чтобы отдать свой голос, людям приходилось стоять по 4-5 часов. Тем не менее, никто не разворачивался и не уходил. Более того, люди безропотно пропускали вперед пожилых и тех, кто пришел с мамненькими детьми. Добровольцы курсировали по городу на личных авто и бесплатно подвозили желающих к местам голосования. Помимо этого, организаторы провели ряд выездных голосований. В частности, они приехали в больницу, в которой находятся люди, пострадавшие в ночь 9 мая. Шли в колонии демонстрантов к памятнику на 9 мая. Мы замыкали колонну, смотрим, заезжает, делаю богданчик. Был исключать грузиться с солдатами. Мы остановились, стали спрашивать, куда вы собрались, с кем воевать. С КПП выдержали два автоматчика, стали стрелять в воздух. Подошел чуть поближе. Начали напоминать, чтобы они вспомнили слова присяги, кому они ее давали. Что они присыгали народу Украины, не правительству, не президенту, не само. Ну, получил два ранения, я узнал шею. Подсчет голосов проводился вручную, поэтому результаты задерживались. По предварительным данным, явка составила 75%. За отсоединение проголосовало 89,9%. По итогам, на вопрос, ожидают ли жители новых нападений после оглашения результатов референдума, защитники города отвечают лаконично. Мы всегда их ожидаем. Но свою позицию они уже показали. Алексей Сатюха, Артур Адаманов, Вести Украина, Мариуполь.